Итак, сегодня мой доклад посвящен agile аудиту и внедрению скрама в команде заказчика. Очень часто к нам приходят наши заказчики, наши клиенты с запросом о внедрении agile, о том, что команде нужно работать по скраму, и они очень хотят именно использовать скрам. Но зачем же нужен скрам бизнесу? Какова главная его цель? Зачастую, когда мы просим ответить на вопрос, а почему же вы хотите использовать именно скрам, или почему вы хотите пойти по пути философии agile, представители бизнеса не могут ответить. Именно поэтому в нашей компании развивается такая услуга, как agile аудит. Очень часто забывается, что одна из важнейших ценностей скрама – это проверка гипотез с минимальными затратами для бизнеса. И именно цель проверить ту или иную гипотезу за один-два спринта является одной из важнейших. И скрам, в частности, помогает это реализовать. Теперь давайте перейдем к нашей развивающейся услуге agile аудит. Все больше клиентов на сегодняшний день хотят ею воспользоваться. Итак, на первом шаге мы определяем уровень развития продукта, в разработку которого хотел бы заказчик внедрить agile, или в частности скрам. Дело в том, что бывают разные стадии развития продукта. Это может быть продукт, который только-только развивается. Это может быть продукт, который уже выводится на рынок. Может быть, уже занявший какую-то нишу. Может быть, зрелый продукт или на этапе спада. Перед вами шаблон анализа продуктового профиля. Мы с вами можем видеть, что продукты бывают на разной стадии жизненного цикла. По сути, мы можем воспользоваться вот таким шаблоном и помочь нашим заказчикам проанализировать продукты, которые на сегодняшний день есть в их компании. Например, есть продукты на стадии проверки гипотез. Это те самые продукты, которые только-только разрабатываются. Есть продукты, которые уже растут, они уже пользуются определенной популярностью на рынке. Но здесь встает вопрос о масштабировании, о поиске новых каналов сбыта и необходимости масштабирования. Есть продукты на этапе зрелости, когда продукт уже известен, популярен. Есть стабильный денежный поток. И вот в таких продуктах цена ошибки очень велика. Есть продукты на этапе умирания. Это ярко видно по уменьшающемуся денежному потоку, например, по постоянно сокращающемуся количеству клиентов и растущему показателю издержек на поддержание такого продукта. Как мы видим с вами, есть определенные критерии. И хочу обратить ваше внимание на то, что есть такой критерий, как жизненный цикл реализации и бэклог на этом шаблоне. Что это такое? В жизненном цикле реализации здесь в этом критерии для нас очень важно понять. Для продуктов на уровне проверки и роста точно такой же цикл реализации или он свой отдельный? И вот в бэклоге что мы хотим понять? Это у продуктов на стадии проверки и роста отдельный свой бэклог или же они имеют общий бэклог со всеми остальными продуктами на стадии зрелости или умирания? Далее мы переходим ко второму шагу нашего аудита. Мы с представителями бизнеса, например, с владельцем продукта, строим вот такую диаграмму, даже не диаграмму, а описание процесса, так называемый инструмент Value Stream Mapping. Он вообще появился впервые на японском производстве, когда с его помощью строили, буквально строили, выстраивали полный цикл развития от идей до выпуска продукта. С бизнесом мы строим сначала такой ровный вот желтыми стикерами. Это можно, кстати, сделать в Мира, если вы как бы физически находитесь все в одном офисе, это можно сделать на большом таком флипчарте. Мы сначала разбираем, откуда поступают идеи. Идея пришла и строим ее вот такой гладкий, да, так скажем, путь к реализации. Сначала мы выстраиваем ее движение по разным этапам. Затем мы начинаем задавать вопросы, что происходит с задачами на том или ином этапе. Отдаются ли они дальше, могут ли вернуться, что происходит с задачей, сколько раз она может вернуться из одного этапа в другой. И вот здесь, что мы видим, мы, как правило, представители бизнеса начинают строить стрелочками, да, вот эти вот циклы возврата. Дальше мы зелеными стикерами размещаем их и указываем на них минимальное и максимальное время нахождения той или иной задачи в определенной стадии. Затем мы с оранжевыми стикерами ниже указываем среднее время нахождения данной задачи на том или ином этапе. Что это нам дает? Мы с помощью вот этих цифр можем посчитать time to market, минимальный, максимальный и средний. Затем мы вместе с бизнесом начинаем анализировать циклы возврата в то или иное состояние задачи. Начинаем выстраивать и выписывать их на стикерах, они расположены красным, красные стикеры. Выписываем, что же происходит с задачей на том или ином этапе. Это прекрасный инструмент для того, чтобы бизнес увидел, как вообще строится процесс зарождения идеи, приоритизации и ее выпуска. Зачастую вот такой инструмент может заказчику, бизнесу открыть глаза на то, сколько действительно занимает time to market. Могут быть прямо удивительные открытия. И дальше мы уже выстраиваем на этой прямой этапы. Мы выделяем, где у нас discovery процесс, где приоритизация, где delivery процесс. Почему это важно? Зачастую бизнес приходит с мыслью о том, что разработка должна работать быстрее. Но построив вот такой, но с помощью такого инструмента, мы можем с вами посмотреть, что и, может быть, поймем, что на самом деле разработка работает достаточно в хорошем темпе. А идеи стопорятся, задачи, например, на уровне, на этапе discovery или приоритизации. И мы, возможно, не получим ничего хорошего для бизнеса, если ускорим delivery процесс. После этого шага второго мы приступаем к третьему шагу, к сборе информации. Происходит так называемый опрос 360. Мы общаемся не только с бизнесом, но и с сотрудниками, которые участвуют в создании продукта. Мы общаемся с сопряженными подразделениями, которые так или иначе касаются команды разработки, возможно. И было бы замечательно, если бы была возможность собрать информацию у клиентов. Например, мы можем задавать такие вопросы. Как часто у вас берут обратную связь о продукте? Как быстро команда выпускает те пожелания, которые бы вам были озвучены? То есть, вот, например, был недавно релиз, вошли ли туда фичи, которые вы бы хотели видеть и так далее. Зачастую, конечно, опрос 360 – это субъективная оценка каждого человека. Но в целом вы можете увидеть определенные тенденции, которые очень важны в понимании процессов. Очень важный шаг – это четвертый шаг, к которому мы приступаем. Это анализ бэклога продукта в разрезе метрик юнит экономики. Любой бизнес, конечно, для него самое главное – это прибыль. Растет прибыль, растут компании, соответственно, всем хорошо от этого и людям, работающим в ней тоже. Но зачастую бэклог продукта не всегда прямо отражает те показатели, которые бы мы хотели улучшить. Ну, к примеру, мы хотим привлечь больше клиентов к нашему какому-то сервису. И здесь мы должны осознавать, какими осознать для себя, возможно, разработать идею, а какими методами мы будем увеличивать количество клиентов. Возможно, это будет какая-то акция или, возможно, это будет подписка на какой-то новый формат реализации продукта. И если мы нашли такую идею, мы ее берем в работу, наш бэклог, ближайший, например, Sprint 2, должен отражать вот эту нашу бизнес-цель. И вот такая сверка с показателями юнит экономики и бэклога должна быть у бизнеса постоянно. Если это будет постоянно происходить, и команда будет это понимать, это будет такая синергия, очень полезная для бизнеса. После того, как мы провели вот эти шаги agile аудита, мы можем сделать уже определенные выводы. Первое. На какой стадии развития продукт? Если мы понимаем по всем метрикам, что продукт у нас на стадии зарождения или роста, то мы однозначно говорим, что да, мы будем внедрять Scrum, и это здесь подходит. Если продукт, например, на стадии зрелости, то мы здесь можем сказать бизнесу, что вы уже имеете достаточно хороший кэш, денежный поток клиентов, и, возможно, вот здесь не нужны какие-то кардинальные изменения процессов. Возможно, вам стоит посмотреть в сторону, например, канбана и эволюционно что-то улучшать. Второй вывод, который мы делаем из аудита, это есть ли отдельный процесс для продукта. Дело в том, что если продукт у нас все-таки на стадии зарождения или роста, для него должен быть отдельный, вот выделенный процесс. И time to market у него должен быть коротким. Это очень важно. Если его будут вести по тому же процессу, как и продукты умирающие или в зрелости, то, возможно, для такого продукта слишком много препонов для реализации потенциала. Третий вывод – зрелость команды, готовность перестроиться со стороны руководства. Это очень важно. Здесь мы, как эксперты, помогаем команде, помогаем бизнесу на стороне заказчика осознать все необходимые изменения, которые нужно будет провести в компании и перестроиться. Главное, чтобы была готовность. Четвертый вывод – это понимание, какой юнит-показатель будем улучшать. И мы должны помочь выстроить так бэклок, чтобы он отражал именно эту работу. Мы выбираем методологию, соответственно, из всех выводов. То есть, что это будет все-таки, Scrum или Kanban. Если компания большая, и здесь ставят вопрос уже, возможно, о фреймворках масштабирования Scrum. И выбираем, соответственно, фреймворк. Дальше мы приступаем уже к этапу запуска Scrum команды. Очень важный процесс. Почему? У команды зачастую могут быть очень разрозненные восприятия, понимания каких-то артефактов Scrum, рабочего процесса. Кто-то работал по Scrum, кто-то нет. И очень важно, чтобы все люди, которые начинают вместе работать по Scrum, были в одном информационном поле. Начинаем мы с объяснения, что такое Scrum, как работаем по Scrum, какие есть роли, артефакты, как делается оценка. Затем, какой мы делаем продукт, его цель, кто наши потребители, какие критерии успеха, этапы реализации. Очень важно нам уже вот в этом запуске также спланировать первый спринт. Как мы это все и проводим? Проводим мы это в рамках двухдневного тренинга погружения. Двухдневный тренинг погружения – это такое мероприятие, которое идеально, конечно, провести оффлайн, но можно и в онлайн формате. Сейчас есть достаточно много удобных инструментов. Первый день – это вы сейчас его видите регламент. Это как раз, что такое Agile, игра в требования, игра в 59-минутный Scrum, объяснение самого процесса Scrum, то есть это работы с спринтами, это церемонии Scrum. Игра «Плохая хорошая задача», игра на относительной оценке и игра в User Story Mapping. Во второй день мы уже погружаем команду в продукт. Здесь достаточно большую роль мы отводим владельцу продукта. Он может рассказать о целях, о том, погружаем команду в бизнес-контекст. Мы рассказываем ей о том, какая цель у продукта, кто ее потребители, критериях успеха, планах, архитектурный контекст дается, какие технологии выбраны. И владелец продукта может презентовать какой-то верхнеуровневый бэклог. Тоже вполне важный момент. Далее, обращу ваше внимание, мы играем, ну я говорю играем, возможно, правильно сказать, брейнштормим и строим, используя инструмент User Story Mapping. Итак, что это такое? User Story Mapping. Мы сейчас вернемся к нему поподробнее. Потом мы переходим к верхнему уровню оценки тех фич, которые мы выделили после того, как построили User Story Mapping. И затем идет процесс выбора скрам-мастера, если есть цель на стороне заказчика выбрать его из той команды, которая вот формируется, будет. Конечно, надо сказать, что это должен быть человек, который готов это делать. То есть он должен знать, как работать по скраму, должен знать скрам-гайд, все церемонии скрама, ну и, соответственно, желание должно быть. Если скрам-мастер уже назначен, то этот момент опускается. Далее у нас происходит планирование первого спринта. Планирование первого спринта проходит как раз по тем фичам, которые уже выделены, по приоритетным. И надо понимать, что здесь оценки, как бы команда, она только примеряется первый раз и дает первую такую свою оценку. И формируется план на первый спринт. Теперь поподробнее про… Так как мероприятий очень много в эти два дня, я все-таки решила вам рассказать об очень полезном инструменте, который используем во второй день. User Story Mapping. Как он строится? Если это оффлайн, это мы на флипчартах стикерами можем сделать. Если это онлайн, мы можем использовать Мира. Сначала мы как бы обозначаем, какой продукт мы делаем. В данном примере социальная сеть для путешественников. Затем мы описываем подробно, кто наш клиент, какой он, сколько ему лет, какой у него пол, возможно, его предпочтения. То есть полностью рисуем портрет потенциального клиента нашего. Затем мы берем основную цель, главную, первую в нашем приложении, например. В данном случае создать историю своего путешествия. И исходя из этой цели, мы начинаем выстраивать с команды задачи, которые нужно реализовать, фичи нужно реализовать, чтобы вот наш этот клиент смог свою цель реализовать. Например, там авторизация, как вы видите, создать историю, загрузить фото, писать фото. Все сначала очень верхнеуровнево. По сути, вот эти вот красным стикером выделенные фичи – это хребет нашего приложения будущего. Далее мы задаемся вопросом, что нам надо сделать минимальными трудозатратами, чтобы реализовать ту или иную фичу. Какие задачи мы должны сделать, какие, возможно, инструменты, технологии должны использовать. И начинаем выделять так называемый ходячий скелет. Это вот в данном примере OpenID. Одно фото за раз можно загрузить, добавить там описание, слайд-шоу, ссылку в Твиттер и так далее. Что будет собой представлять ходячий скелет? На самом деле, ходячий скелет – это и есть наша MVP, по сути. Наша цель, если мы хотим, ну, как мы помним, да, скрам для того, чтобы как можно быстрее выпустить продукт и начинать его уже пробовать на реальных пользователях, да, то нам очень важно вот этот ходячий скелет выделить и идти к его реализации в первую очередь. Затем мы начинаем задавать команде вопрос, а что нужно сделать, чтобы вот этот функционал улучшить? То есть команда может начать уже предлагать более какие-то технологичные, более технологичные вещи, более сложную реализацию. Мы пока все, что вот команда говорит, все, что приходит в голову, размещаем стикерами на флипчарте, например, нашем. И затем мы уже видим вот приоритет, да, то, что в ходячем скелете имеет максимально высокий приоритет. И здесь, конечно, основная роль и слово дается владельцу продукта, который может при условии наличия какой-то информации от бизнеса, например, от стейкхолдеров, какие-то, например, задачи поменять местами без проблем. Но самое главное, команда понимает, что она должна сделать, какие должна задачи реализовать в первую очередь, и понимает, а что получит наш тот самый клиент. Мы далее разделяем все задачи на релизы. И здесь мы прям можем разбить на релизы, которые планируем в будущем. Очень полезно такой инструмент куда-то расположить на видное место, если это в офисе, где сидит вся команда. Если, например, команда находится удаленно, то, возможно, например, эта доска такая, да, будет висеть в мир, и все будут иметь к ней доступ. Ссылочку. И к ней полезно периодически возвращаться. Это что касается одного из инструментов, которые используем в процессе запуска скам-команды. По сути, мы помогаем в том числе бизнесу, владельцу продукта выстроить правильно фичи и приоритизацию. Какие выводы можно сделать, исходя из того аудита, который мы проводим? Самое главное, agile нужен не всем и не всегда. Это надо помнить. И здесь вот это осознание и наш agile аудит помогает нашим заказчикам сэкономить время, деньги, усилия, если понимаем, что продукт и бизнес сейчас не требуют того, чтобы внедрять скрам. Очень важный вывод – это выбор методологии. Он всегда должен основываться на потребностях бизнеса, да. Скрам не должен быть самоцелью. Не должен быть, даже если это модно, классно и круто. И очень важный вывод – если очень хочется, то можно, но надо четко определять, что будем улучшать. Для чего это компании, для чего это бизнесу и имеет ли это все смысл. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И я так понимаю, Влад, можно посмотреть вопросы, да? Да, нужно посмотреть вопросы, ответить на них. И есть такой инструмент мира. Могу сдать ссылочку потом в чате, в Телеграме, где можно очень удобно работать над разными инструментами. Элементарно. Планирование делать в мире, планирование спринта, Lean Canvas, User Story Mapping строить, Value Stream Mapping. То есть это такой очень классный сервис. Я потом могу дать ссылочку. Можно ли обойтись без скрам-мастера в команде или, как часто, необходимо его подключение? Если мы работаем по скраму, то без скрам-мастера обойтись нельзя. Нет, ни в коем случае. Он тогда работает постоянно с командой. Что такое скрам-артефакты? Заигра, не внедрение. Игры, они есть, то есть их можно найти. Мы их сами не разрабатывали, но используем. Очень популярные скрам-артефакты. Это, конечно же, бэклог спринта, сам бэклог продукта. То есть у команды должно быть понимание, что это такое. Чем, например, бэклог продукта отличается от бэклога спринта? Какая роль у скрам-мастера, какая у владельца продукта? То есть вот это все артефакты. Что такое скрам-гайд? Что делать здесь руководство не готово к изменениям, а команда «да» или наоборот? Прекрасный вопрос. Очень часто так бывает, что действительно руководство не готово. Мне кажется, что здесь нужно помнить о том, что все-таки agile и скрам в том числе – это всегда о гибкости. Возможно, если начать внедрять какие-то определенные инструменты скрама, и руководство увидит в этом положительный эффект, возможно, и договориться будет легче.